всем привет мои хорошие я рада вас приветствовать на своем канале ну что у нас очередные выходные и у наташи появилось времечко поснимать немножко на тему цветов хотелось бы мне сегодня снова затронуть тему черенкования пеларгония поскольку каждый год вы мне задаете два похожих между собой вопроса первый через какое время черенок после того как мы его укоренили зацветает и второй вопрос почему все-таки цветение казалось бы у хорошо укорененного черенка мы не наблюдаем что можно делать не так вот давайте об этом сегодня поподробнее поговорим на самом деле что касается взрослого растения и что касается черенка если мы хотим увидеть долгожданное цветение то достаточно соблюдать несколько основных правил потому что зачастую мы видим такую картину что казалось бы хороший полноценный мясистый куст уже далеко не черенок а вы жалуетесь что цветение так и не наступает так в чем же загвоздка ведь маленький череночек это миниатюрка то есть изначально нужно делать все правильно помимо того что появились корешки и растение вроде как закрепилась и пошло в рост вот этот маленький черенок это еще пол дела потому что должна развиться хорошая корневая система должен нарасти хороший листовой аппарат ведь смотрите кто-то череночек сразу формирует то есть он не дает расти длинной тощей палкой он сразу его прищипывает для того чтобы куст был красивой правильной формы и тогда конечно нужно понимать что тем самым вы отодвигаете по срокам цветения потому что пока растение не нарастит свой нужный ему листовой аппарат по размеру да вы бутонов не увидите вот сейчас перед вами черенок розалинды который я черенковала в прошлом сезоне через два месяца он у меня зацвел и был такой но скромный цветоноса на сегодняшний день это уже такой хороший подросший кустик то есть в принципе здесь и отцветение состоялось довольно быстро а вот это пеларгония аденсио black мамба помните я приобретала череночек вот такой вот кустик разросся видите характерная красу листьев и у этого растения я брала черенок по осени то есть вот этот вот череночек простоял у меня всю зиму под лампой видите здесь маленький горшочек и пока растение не цветет но я абсолютно не переживаю потому что возможно ему нужно дать объем побольше сейчас он у меня из-под лампы переставлен на подоконник а я думаю что вскоре я увижу долгожданный первый цветонос ну что мои хорошие а теперь мы с вами подошли к самому главному и основному условию без которого в принципе невозможно дальнейшее полноценное цветение это касается не только черенков но и взрослых растений потому что разрастание корневой системы наращивание листового аппарата у вас вряд ли получится без хорошего качественного а главное здорового грунта я всегда об этом говорила не устаю повторять есть на канале плейлист как готовлю грунт я посмотрите пожалуйста потому что если взять черенок либо взрослое растение и посадить его в первый попавшийся в грунт но в лучшем случае вы просто не дождетесь цветения то есть будете без конца и краю кормить удобрениями ваше растение засаливать еще больше грунт на цветение так и не получите ну а в худшем приобретете массу другой головной боли потому что естественно в грунте особенно в нездоровом могут быть и возбудители различных заболеваний и личинки различных насекомых и так далее и тому подобное поэтому все таки на этом я считаю экономить не стоит поэтому когда вы мне задаете вопросы почему наташа твои цвете цветы цветут и даже зимой я говорю о том что залог цветения это не подкормки залог цветения это хороший качественный грунт вот на этом пожалуй все спасибо что были со мной увидимся услышимся и всем пока пока а